Поддержка моногородов, выпускников вузов и безработных. Все эти меры позволят региону и стране в целом продолжить индустриальное развитие в новых условиях. Предложения Алексея Текслера, которые он озвучил на совещании с президентом, дадут шанс гражданам пережить эпидемию и поддержать самые незащищенные свои населения. Политологи считают, эти меры позволят работодателям сохранить рабочие места, людям переобучиться и трудоустроиться в новых реалиях. Вы уже говорили о востребованности выплаты в размере 3000 рублей на несовершеннолетнего ребенка в центрах занятости. Она помогает поддержать семьи с детьми. Мы также предлагаем распространить ее на тех, кто был без работы и до 1 марта, а также на индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус. Об этом сегодня говорили. Новые инициативы Текслера, они безусловно просто развивают уже то, что раньше принималось, прорабатывалось и дополнительным образом расширяют количество людей, которые могут рассчитывать на эту помощь. В нынешних условиях мы понимаем, когда экономика оказалась под серьезным ударом, это крайне важно. Еще один важный момент в докладе губернатора – поддержка выпускников вузов. Из-за эпидемии коронавируса молодые специалисты просто лишились возможности пройти практику и найти работу. Алексей Текслер предложил дать госденьги работодателям, чтобы те создали временные рабочие места для молодых людей. Практику в этом году не проходили студенты вузов, поскольку в самоизоляции все находились, и проблема трудоустройства у них в силу этого обострилась. А эта мера поможет студентам получить какую-то практику, проявить себя и трудоустроиться. Также губернатор отметил важность создания цифровой платформы, которая бы соединила работодателей и соискателей, что также позволит упростить поиск вакансий и нового места трудоустройства в непростой период. Отдельно губернатор в своем докладе отметил поддержку моногородов. В Челябинской области их 16, в России 321. Мы видим, что инвесторы сейчас в связи с ситуацией осторожно подходят к принятию решений. А время, когда в торах можно получить наилучшие преференции, в том числе льготы по страховым взносам, это первые три года. Для многих территорий, опережающих в развитии, этот срок истек в этом году или скоро истекает, предлагаем продлить этот период еще на 1-3 года. Время заканчивается, но коронавирус-то никто не планировал. И вопрос такой, продлить этот период, чтобы в конечном итоге все точки роста нашли себя. И метасеры продолжали работать. Потому что получается сейчас, вот текущий год, он, по сути дела, если честно сказать, выпал во многом. Вот, продолжить. То есть процесс роста, становления, скажем так, и трансформации экономики должен продолжаться. В целом, вся система поддержки, предложенная губернатором, должна помочь сохранить рабочие места и обрести гражданам необходимые квалификации. Меры поддержал президент Владимир Путин и поручил правительству проработать их.